Магнитные свойства Магнитными свойствами обладают все окружающие нас вещества. На аномагнитное поле они реагируют по-разному. В однородном магнитном поле на тело, обладающее магнитным моментом, магнитный диполь, действует только момент сил, который стремится развернуть диполь вдоль направления силовых линий. В неоднородном поле на диполь, кроме момента сил, будет действовать сила, пропорциональная величине дипольного момента и градиенту поля. Если магнитный момент ориентирован вдоль поля, на него действует сила притяжения. Как же воздействует магнитное поле на диамагнетики, водород, воду, медь и другие диамагнитные вещества? Чтобы обнаружить намагниченность диамагнитика, необходимо сильное магнитное поле. Например, соленоида в сверхпроводящем состоянии. Неоднородным магнитным полем, которое в сотни тысяч раз больше земного, диамагнитик лишь слабо выталкивается. Значит, диамагнитик намагничивается против поля. Но почему? Рассмотрим атом диамагнитика. Движение каждого электрона в атоме характеризуется орбитальным, механическим и магнитным моментами, которые связаны соотношением. Электрон обладает еще и спиновым моментом, который противоположен собственному магнитному моменту электрона. Отношение этих величин вдвое больше, чем для орбитального движения электрона. Для каждого электрона орбитальные и спиновые моменты складываются. В диамагнитном атоме магнитные моменты всех электронов взаимно компенсируются. В однородном магнитном поле на магнитный момент электрона действует момент сил. Но магнитный момент связан с механическим, поэтому вместо поворота орбиты будет наблюдаться ларморовская прецессия вокруг направления силовых линий магнитного поля. Это явление аналогично прецессии волчка или гироскопа относительно силовых линий гравитационного поля. Ларморовская прецессия приводит к дополнительному магнитному моменту, который всегда направлен против поля и ему пропорционален. Дополнительные магнитные моменты складываются. В результате диамагнетик оказывается намагниченным против поля. Намагниченность диамагнетика определяется только направлением приложенного поля и не зависит от температуры вещества. Для измерения магнитной восприимчивости слабомагнитных веществ используют установки, сконструированные на основе коромысловых или крутильных весов. Здесь образец закрепляют и охлаждают в приостате. Если это диамагнетик, то он будет выталкиваться магнитным полем, что фиксируется прибором. Парамагнетики — другой класс слабомагнитных веществ. К ним относятся алюминий, натрий, хлористая медь и многие другие вещества. Парамагнетики втягиваются неоднородным магнитным полем. Значит, они намагничиваются по полю. В отличие от диамагнетиков, атомы парамагнитных веществ обладают магнитными моментами, которые ориентируются внешним магнитным полем. Возникающие при этом диамагнитные моменты пренебрежимо малы и подавляются результирующим парамагнитным моментом. С ростом температуры тепловые колебания усиливаются и намагниченность парамагнетика падает. Парамагнетизм используется для получения сверхнизких температур. Парамагнитная соль, служа охладоагентом, соединяется теплопроводом с исследуемым образцом и помещается в вакуумную камеру. Все вместе опускают в гелиевый криостат, который устанавливают в азотном дюаре и заполняют жидким азотом. В азотной шубе гелиевый криостат надежно огражден от внешнего притока тепла. Затем его заливают жидким гелием, что позволяет специальными методами снизить исходную температуру до полутора градусов Кельвина. Теперь включим сильное магнитное поле и создадим вакуум. Парамагнетик намагничивается до насыщения. Поле медленно выключается. В результате адиабатического размагничивания парамагнетик охлаждается до тысячных долей градусов. Такие установки позволяют проводить эксперименты при сверхнизких температурах, что дает уникальную информацию о процессах, происходящих в веществе. Другое проявление парамагнитных свойств атомов. Электронный парамагнитный резонанс, открытый советским академиком Завойским. Для регистрации электронного парамагнитного резонанса вещество, содержащее парамагнитные атомы, помещают в постоянное магнитное поле. Затем на него воздействует переменным электромагнитным полем и измеряет поглощение энергии. На определенной частоте происходит резкое возрастание коэффициента поглощения, так как в резонансе кванты электромагнитного поля вызывают переходы парамагнитного атома с одного энергетического уровня на другой. Измерения резонансных частот и формы спектральных линий позволяют глубже заглянуть в физику микромира. На аналогичном принципе работают установки для измерения ядерного магнитного резонанса, связанного с магнетизмом атомных ядер. Электронный парамагнитный резонанс, так же как и ядерный магнитный резонанс, широко используется в сотнях лабораторий мира для решения самых разнообразных научных и технических задач. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ